если не имеешь время чуть-чуть то и можем еще но поговорить а если уже нету то уже как как скажешь как бы ну хотел бы осудить ключевые вопросы и все вошли я не вижу никого делиться в ауди по ауди записи по аудиозаписи камера не работает а даша то там поломалось ну ладно тогда давай без камеры только недолго так что парами ноги так есть да ну можно минут 15 для конечно да ну вот миша про тебя много рассказывал как бы я знаю я знаю твоего как бы сказать наставника и найти а тихо навещал видел ну по видео этих все ну и короче что что меня как бы беспокоит да в том как бы в том что вы вот сюда чтобы проповедуете вот и как вы как учить и вот хотел первую затронуть в тему этот допустим одобрение сектантов до что ты допустим ну два и лично к тебе уже буду просто что ты например ну одобряешь как бы до считаю что и у них там можно много чего научиться дам но можно и с ними вместе там заниматься и это полезно хорошо вот шоу шоу я например ну с этим давать не согласен и хочу объяснить почему не согласен по поводу что слово божие есть выше канону и святых отцов да что вот если допустим вот как говорит игнатий тихоныч и скорее всего ты подерживайся к этому что якобы если слово божие противоречит там тем или иным канонам или святым отцам то значит эти святые отцы или те каноны ну как-то ну значит неправильные дарим или ошибаются да или вот в этом плане до против монашества еще хотел затронуть тему и и что нужно всем идти на благовестия тоже хотел бы светить эту тему ну наверное это 15 минут не войдет как бы то можно хотя бы осветить какую-то одну хотя бы тем из этих один пункт например вот то не знаю вот например наверно больше всего про про то что но ты говоришь просто про каноны да и про святых отцов вот хотел бы тебе объяснить там ну сказать вот все же почему все же зачину что они все сделаны не зря да и что это есть некий такой как бы сказать ну ограда такая некая которая ограждает и церковь от опасности некая да вот забор там или там до рождения там как вот святые отцы говорят пределы границ ты смотри вот например пример приведу тебе что вот вот церковь да и вот раньше она была голая она ничем не была ограждена да то есть ее до столпи утверждения естественно христос камень краеугольный христос но чтобы оградить ее от всяких ересей от всяких там волков до в овечьих шкурах то были построены каноны то есть и правил то есть соответственно каким нужно придерживаться их или и они были неким таким ну то есть познавающим как бы сказать ну когда такой границы не к которой нельзя переступать вот ну и вот ты что ты там например говоришь часто что дашь слово божие есть всяких моментах что она выше допустим канону или святых отцов до что дата таких святые отцы они в основном были все монахами там до что-то был и против монашества то вот даже взять там вот может знаешь такое антония великого монах был антоний великий основании вообще всего монашества вот он как бы сказать начал это все и и она до сих пор можно сказать существует это монашество и вот нужно взять и даже его и сколько господь общался с этим дат с антонием великим и он же ему не говорил допустим что вот там монашество это плохо там типа идите проповедуйте вот что вы тут зря теряете время да то есть что это все напрасно что вы ну губите свою веру то есть этого но не было понимаешь а наоборот было одобрение и были еще и спатье указывал что ну помогал как бы да то есть наоборот вот например там как-то был один раз антони великий молился на и было ему откровение что ну было откровение что ему было были открытие все сети дьявола да как бы по всему миру раскинуты на все человечество и он но увидел это и очень опечалился да и наш плакать и он понял что это невозможно как же их можно всех ну победить пройти до спастись и и думал что господи а кто же спасется кто же сможет спастись и вот ему был глаз дашу смиренно-мудрее и по говорю тебе что смиренно-мудрого эти сети даже и не касаются то есть а проходят мим то есть это был такой ну то есть да и многое в него было там всяких вот таких назидательных откровений от господа да когда вот ну сейчас тоже на память и не скажу вот да допустим вот по поводу благовестия что нужно всем идти проповедовать да вот то тут вы тоже с этим не соглашусь потому что вот например взять даже вот христа да он же не на проповедь вышел в свое время до вышел он именно после можно сказать такого тоже пустынного пустынной такой подготовки до испытания вот постился 40 дней готовился к этом до молился и уже после этого победив как бы все вот эти искушения до все испытания он вышел на проповедь тот же пример из иваном крестителем до который тоже так же сам вышел на проповедь после того как уже укрепился дал пустыне укрепился духом там да и тогда уже когда уже был стрелым и готовым тоже пошел на проб то есть как бы они не шли как бы сразу же да вот просто вот узнав о православии сразу и шли как как бы на проповедь а предварительно естественно ну то есть готовились пятому укреплялись бороли в себе как бы некое падшее естество да ибо написано что вот взять его для до что христос говорит что возьми крест свой и следуй за мной до ответа отвержусь возьми крест свой отвернись от себя и да возьми крест вы и следуй за мной вот то о чем эти слова говорят они говорят о том что что это означает как бы сказать рождение нового человека до если их всех исполнять то это некая такая то есть проходящий сайте заповеди до проходя через эту евангельскую жизнь мы снимаем из себя такую вот старую шелуху и облекаемся в новую да и даже христос говорит что не вливают новое вино в старые мехи понимаешь нужно прежде как бы прежде нужно облегчись и в новой одежде да в новую как бы сказать плоть и тогда уже человек становится ну это называется рождение да вот как вы говорите рождение свыше то есть это называется рождение человека то есть она состоит в этом и чтобы родиться свыше так вот монашество она и помогает это она и создана для того чтобы человек как бы сказать ну полностью подготовился да и отшелушился от той шелухи от тех всяких там страстей от розовых очков дачи с которой вот обычные люди смотрят да потому что нужно иметь и такое чистое видение до непорочные его и монашество для этого и есть там если взять там дал взять и она златоуста великих отцов то они все это одну поощряли да и все наоборот говорит что монашество и взять даже смотри зачем она еще нужно вот например если не будет монашество то например этот мир как ты говоришь он всегда своей суетой всех поглотит всех поработит и и превратит как бы сказать вот этих таких роботу потребителей но монахи они живут вне этого мирского мира и всегда видят картинку здравыми глазами поэтому а людям обычные мирские часто заходят всегда вот какие-то ну немножко как бы сказать от истинного пути могут уходить да и вот монахи они всегда были такими как бы оздоровителями да вот люди приходили мирские монастырь и этим духом как бы сказать укреплялись да и у той обмерщвленности до который в монастырях есть да ну этим духом как бы сказать укреплялись и и таким образом люди до оздоровлялись и приходили в более такое здравое состояние если бы не было монашество не было как христос говорит что вы что вы не от мира сего до шовые вот этого мира взяты но вы не от мира то есть мы знаем то что мир это по хоть плоти похоти очей и гордость житейская и князь мира сего дьявол днес мира onto дьявол до поэтому православные воют против мира до против и до духа мирского поэтому смотри вот даже взять всякие секты да то секты они каждый в чем состоит как вообще распознать в сегодняшнее время лжа пророка да вот который в евангелии говорится что многие придут и лжа пророки как распознать что-то лжа пророк дашь он не к спасению видео человека а вот ведь понимаешь учение она может с виду выглядеть и здравыми полезным но в нем могут быть присутствованы как бы сказать частички яда которые в итоге допустим что это и это самое страшное потому что как и здоровая пища да вот в здоровой пищи мы не можем разглядеть этот яд также мы и в писании часто не можем разглядеть вот эти частички яда которые присутствуют в этом учении поэтому поэтому как разглядеть истинный он и проповедуют истину или проповедуют ложь есть весомые аргументы то есть каждый кто проповедует говорит что я есть истинный да вот многие говорят вот я там единственный все все остальные там все остальные там неправильно я есть истинный так вот даже многие придут и скажут я христос да я истинный так вот эти люди которые говорят что я есть истинный но не придерживаются и не принимают каких канонов не принимают предание церковного дата они уже не могут быть истинным если они отвергают и апостольскую церковь до дальше смотри вот например да вот протестанты учат что священное писание нужно диктовать диктовать произвольно и они ну отказались от святых отцов отказались от да и начали из своего произвола то есть такой на падшего испорченного естества трактовать текста священно писать по например смотри и дьявол он тоже знал священно писание и когда христос был в пустыне дьявол его искушал следующими словами сначала ушала его голодом говорил что вот вот и типа да как он я не помню я могу сейчас немножко собой ошибаться но смысл постараюсь точно передать что вот типа скажи этим камням и они превратятся типа в хлеб типа когда он зал калда что вот скажи этим камнями они превратятся в хлеб типа и будешь кушать когда христос говорит что не всяком хлебом будет жить и человек не хлебом единым но словом но словом и спать исходящим искусств божий да понимаешь вот видишь он употребил да потом дальше взять что бросить с храма до с высокого на землю база поведа наша по ним и принесут тебя на руках твоих да вот и так далее то есть эти тоже были фразы взяты из священного писания да и дальше поклонись типа мне да там и и будет ведь или по все царство мира типа будет все твое да и все эти все можно сказать фразы взяты из священного писания то есть дьявол понимаешь ну то есть тоже знает священное писание но он его употребляет чтобы человек нарушал это священное писание нарушал эти заповеди и и нарушал то послушание богу которая ну которая допустим должно быть то есть что вот взять сектантов то они проповедуют но если взять с точки зрения церковных правил и канону и святых отцов это все не соответствует учению и не соответствует тем правилам и канонам которые сегодня есть мы живем сегодня в последнее время царковь сегодня все имеет для спасения человек да есть много проблем есть то но мы это не наше дело там да допустим ну мы не можем сказать вот там такой священник там там вообще пренебрегает своими допустим своей властью до своим своей честью вот и понимаешь и судить как бы по священникам по каким-то отдельным лицам свящить судить о православии и о боге церковь от этого не стает хуже она есть тело христово и тот кто допустим до начинает нарушать и понебрегать это то как-то волей или неволей как бы отрекает от отходит от этого тела христово то есть это уже проблема того человека который это нарушает но наша же задача наоборот удержаться за за те правила удержаться за те порядки которые сегодня церкви еще хранятся до много нарушается канону опять же но везде нужно иметь такую как бы сказать здравую рассудительность и не спешить судить потому что как бы сказать да вот взять даже взять заповеди блаженства вот в первой заповеди есть что блажение нищие духом я кути утешатся вот так вот это заповедь первая и без нее не может быть исполнены и следующие заповеди это заповедь фундаментальная является что такое нищие духом это те люди которые и имеют какие-то дары там до дары там святого духа например да имеют ну то что они имеют да вот имеют какие-то материальные достатки имеют вот то они это все не считают лично своим достижением они это считают что это есть дар божий семья например в кого есть там бизнес работа в кого есть например какие-то духовные дары да там то нищие духом заключается в том что это не наше лично а это удар божий и который мы должны со смирением к этому относиться да как к дару и если мы начнем допустим чем-то этим пренебрег превозноситься да или хвалиться что это как наши это будет выглядеть так что мы как будто вот крадем эти все дары у бога да и начинаем их себе лично присваивать как она будет выглядеть вот представь себе да но если мы мышка служим до живому богу до истинному он все видит да видит наше поведение наши наши взгляды наше помышление что мы как разумеет поэтому все эти дары которые у нас есть они для того чтобы мы их да вот приумножали вот и и шоу вообще фундамент всякой добротеть или есть смирение даже например степи мы и сотворили какой-то добрый дел то это нам господь это помог уже игрок на христос говорит что не можете без меня творить ничего так вот поэтому все что мы делаем и тут сказать перед богом имеют сил а если они имеют сил вот многие например из тех которые там делать не своего там да вот как парисей поступали они же делали добрые дела чтобы их и любили до чтобы их прославляли чтобы их там так это как христос говорит что истинно говорю они уже получили свою награду а истинным чадом он что заповедует что чтобы правая рука не стал не знала что делает левая да что делайте свои добрые дела в тайне понимаешь и все эти слова внешность священного писания не сегодня действенно не все сегодня в силе они работают то есть и конечно вот если ты человек немножко как бы с опытом то ты может знаешь когда ты например что-то сделал в тайне да и когда ты что-то вот одну со смирением дашь они там как-то не для своей выгоды там да вот сделал не дни на показ там чтобы тебя прославляли и видели что ты блоги стивы что ты да и вот а если ты будешь все тайно делать то господь будет как бы сказать сам прославлять тебя сам будет тебе давать и ты сам не увидишь со временем как твоя жизнь изменится как ты вот ты говоришь если фим саровский говорил стержать духа святаго да вот в чем заключается стержание духа скота то есть это сну служить и до церкви христовой на благо без без всякой выгоды без корысти а нести то служение до нести его ради бога умыть молитвы послушание до быть как сказать да вот написано даша тот кто хочет быть большим даже тот кто себя да кто хочет быть первым путь и всем слугой еще с фраза что тот кто себя превозносит тут унижен будет а кто унижает себя тот возвысится и христос до пришел он тоже он пришел послужить да взять его пример как он все эти добрые дела тела а он же пока сделал он говорил не говорил что никому об этом не говори видишь там что-то кого-то и стилит и свалял он сразу сети ходил он говорил никому это не говорит а да 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 сам уже и мы мы например он пришел как спаситель да спас нас на смерть добровольный и она предатель дал нам пример и вот мы тоже все следователи христа да тоже должны этим путем идти конечно цель каждого христина это голгофа последний да и допустим знаешь вот взять феодосия миша 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 выключить диктофон да выключи диктофон это сколько можно г выключи его выключи запись а слушай теперь если же никого нет ни с кем говорить там нет ни человека то никого нету там диктофон включен рассказывает мне сколько можно слушать его до каких пор это да все если тебе уже что она что она стала от меня что конкретно от меня надо что мне за что мне надо сделать зачем этот разговор что конкретно надо ну конкретно тебе надо во-первых не говорить что монашество это зло если это церковью признану значит это нужно уважать и это нужно принять я это исполнял говорить про антони великого да что господь не сказал ничего почему не сказал евангелие конкретно было написано идите по всему миру проповедуйте евангелие все твари то есть вы должны идти не к вам должны идти а вы должны идти антони великому конкретно было в самим духом святым сказано не меньше чем своим иисусом христом так это насчет первого варианта так второе что там ты говоришь что дорое что нужно пойти очищать там где-то свою совесть сидеть там начать как шелуха сходит значит взять крест твой вспомним случае про исцеленного бесноватого где христос как только исцелил его сказал все иди вот исцеление и расскажи что сделать тебе господь и только он был чудо бесноватым как известно который в гробах выл рвал на себе цепи только получил исцеление веры во христа сразу пошел на проповедь это самый яркий пример деяния 8 глава 4 стих написано и рассеявшиеся ходили благовествовали всем самые сильные оба иоанн златоуст говорит остались в иерусалиме потому что самые большие гонения были рассеившиеся ходили благовествовали слова значит по всей иудеи так что все должны проповедовать независимости смотри мы говорили христос родился смотри об этом значит рождение свыше не мы говорим об этом говорит христос если кто не родится выше тот не может значит увидеть царство небесного все и . кто не родится от воды и духа не может выйти царство небесного рождение проповеди рождение свыше проповеди вообще совсем нет православии как будто наглухо закрыта и значит вот почему господь говорил я вас слушал 25 минут сколько мне еще надо ждать чтобы что-то ответить еще 25 минут уже время на работу завтра как никак надо хочу конкретно еще пройтись конкретно все теперь моя говорю теперь там что-то много было всего сказано значит они ушли там значит монахи от мира ну сами сказали местописание что я говорю взял вас из мира и точнее не просил вас взять из мира нас просил у отца сохранить вас от зла нигде нет такого повеления чтобы человек должен уходить где-то прятаться в горах в лесах в ущельях скал очищать себя значит от грехов ну как вариантом я понимаю что может там пару раз в год отпуск брать я знаю католических начать им священников принято насколько я знаю по-моему две недели в году у них отпуск в этот монастырь особые там у них места не две недели пребывают в одиночестве в молитве то есть они там восстанавливают свои силы как вариант возможен все теперь что сказано там насчет церкви там хулить священников ну о чем речь еще идет мы мы сами тут собирались только что общались посмотри один человек был из борисполя я два из киева один из подмилана один из греции и один еще был я не знаю откуда там парень ничего не говорил видишь какие расстояния нет общины православных для того чтобы пообщаться человеку ему нужно собираться блин по скайпу людей что просто поговорить о боге потому что священники вообще лишили хлеба нас насущного приходится идти на такие меры крайне чтобы собирать людей а там пишу звоню ну хоть как-то иметь общение исполнить заповедь господню ничего нет насчет бродобрития манима никакой устойчивости святые отцы постановили конкретно 400 я писал 719 правил из них 413 нарушается это касательно всего а вот только что говорили писали святые отцы будущее движимы духом святым это трубы духа святого изрекли правило если рукоположен до 30 лет священник это 6 вселенский собор 15 правило а еще да будет написано и очень был хорош да будет извержен потому что и сам христос вышел проповедь в 30 лет диакон не раньше 25 лет конкретное правило торговля в храме там это 6 вселенский собор запрещено и прочее далее 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 как такого у нас все церкви которые вот мы если возьмем даст бог там тему по деяниям апостолов просто сравнивать священное писание с нашей с тем что мы имеем сейчас я не говорю то что там было 500 лет назад тысячи лет назад мы там ничего схожего вовсе не найдем я не то что говорю что начать сектанты такие хорошие прекрасные нет понятное дело что они находятся заблуждение но то что вы утверждаете что они совсем не имеют духа святого это уж извините это неправда если написано в постании коринфянам что не иначе можно назвать иисуса господом так только духом святым а апостол якова написано что всякое даяние дар и благой исходит от отца светов которым нет значит ни тени перемены а то что вы вы можете нарваться на такой вариант что по холи духа святого называя то что как эти фарисеи книжники говорили что христос изгоняет дьявола силой дьявола и он сказал что если вы скажете на сына человеческого слова худой то вам проститься но если духа святого не проститься вам ни в этом веке не будущем поэтому утверждать что у сектантов значит там у них только дух свято злой дух действует это откровенная такой риск нарваться на обвинение в холи на духа святого дух дышит где хочет и они первую ступеньку покаяние получили просто нужно принять священство и нам есть у них многому чему поучиться их не просто многому просто брать семинаристов и чтоб они пять лет до рукоположения ходили на каждое собрание не на всякое там потому что сектанты есть разные есть такие буйные атаки есть консервативно есть такие там собрание даже борисполь там ребята мужчины женщины там они не воют не пляшут там не смеются а чисто по слову божью поют песни благодухновенные сидеть у них и на задних рядах и заниматься учить учиться у них как нужно работать с людьми потому что у них идет работа над человеком я прихожу к ним я просто наблюдаю беру себе на ум у них во первых на стене прожектор выводит местописание выходит человек в любое слово он говорит описанию он говорит так что никто не скажет что он говорит какую-то ересь он просто берет слово божие и начинает его рассказывать как своей жизни было ничего какой там ересь я не вижу раз он говорит местописание тут же на стену выводится русским языком для всех что все читали 1 стих сидят люди они тут же листают библию не знают библию потому что библия это их не все они вошли в эту церковь сервис вместе с библией она их нераздельная жизни это настоящие люди которые любят библию нерожденные от духа божия библию любить не может дальше они начинают петь песни песни хорошие их православные могут петь они разве еретические ты искупил мир от греха ты дал ему любовь и свет зажег потухшие сердца там любовью надеждой отличные христианские песни не то что у нас там это церковное там чтение которое человек просто с ног валится он отработал там на смене 8 часов теперь должен стоять в храме еще там три часа вечерную службу у него спину ломитом их все он ничего не понимает так сами кто читает не понимает по церковно-славянски должны научиться это у сектантов работать с людьми пришли новые люди они знают по имени каждого они приводят при мне пасторы их не кто там вызывает люди вот там сергей вот татьяна вот коля там стоит парень лет 15 там 18 девушка лет 16 какой-то мужик там уже дедом лет под 70 80 тому вот он назвал их по именам вот они придели них там крещение полное погружение между прочим и сектантов все они теперь придели они теперь этих людей они вводят дело каждому дали задание они не будут мертвым грузом просто прийти в храм раз неделю отстоять и потом потерялся на неделю будь добр так купи свечку вот твой православный долг все они придели у них идет работа у них по библии вот чем у них научиться можно вот о чем я говорю а не о том что значит они там прям все такие святые хорошие это просто нам образ покаяния про монашество и все сказал а остальное то что вы будете говорить я это слышал уже и лично для себя и гнатью тихон еще уже знаешь честно говоря ну не меньше там сотни три может больше раз 500 раз ну я как стоял на слове божьем и то что горит священное писание у меня есть глаза которые видят и уши которые слышат что происходит я буду говорить постоянно о том что чтение должно быть на русском языке должно быть общинное собрание изучение слова божьи при каждом приходе во-первых крещение должно быть вход церковь через крещение через покаяние покаяние крещение а еще неплохо бы испытательный срок там года три до крещения а потом уже оглашенный изведите почему не исполняется для кого написано яна златоуст ваш отец вы что там все подражатели друге яна златоуста я читаю сейчас его перечитываю который раз он описывает что оглашенный изведите двери двери ходят дьяконы они следят чтобы не было постороннего чтобы не было брождение в храме как у нас ходят сотни людей тыняются со звичами они никакого отношения боги не знают о христе вообще ничего оглашенный изведите исполнить торговлю убрать рукоположение до 30 лет убрать а потом будем вообще будет о чем говорить и учиться сектантов работать вот о чем я говорю я все сказал и пожалуй на сегодня закончу потому что поздно надо делать свои дела все к этому к этому возвращаться вопросу больше я не стану потому что это все будет по кругу идти если у вас есть желание воде приходить на занятия у нас узнать что-то новое пожалуйста ну никто вас нарочно это тащить не будет у нас есть свои материалы я сразу написал реглами что у нас чтение нового завета блаженного феофилактор с комментарии игнатия тихонача лапкина если для вас он значит какой-то не такой еретик ну идите к себе может у вас какие-то другие занятия есть какие-то другие собрания устраивайте организуйте используйте связи звоните собирайте людей я все тебе возможно и делаю все я все сказал да ну все вы уходите уже да да или ну еще одно слово скажу одно слово одно слово одно слово по поводу сектантов что откуда они вообще взялись вы знаете вот откуда сектанты взялись как образовались сектанты вот я сектантах знаю скажем так неплохо я с ними имею принципе нормальное тесное общение то чтоб мои друзья но я с ними работаю я с ними работаю по библию чтобы вернуть их православную церковь потому что они со своими уже талантами со своими способностями они могут там послужить огромную пользу я знаю с кем говорю и о чем говорю и откуда они взялись и откуда пришли это уже этом пусть семинаристы изучать на первом курсе мы это давно уже прошли мы идем уже на уровень ступеньку повыше мы работаем с ним по библии и не исключаем своих недостатков что привлечь людей мне говорю что мы православная церковь а вы еретики покаетесь потому что у нас я говорить не о чем у нас как такой церкви нет прихожан и не там старухи какие-то да мужики бритые которых вообще я вот был вообще не православный бы шил барнауле вот там только бороду поправил кто-то ножницами великое ли дело все соглашенными будет стоять человек и это правильно он там чувствует ценность свою где он находится это не проходной двор там идет конкретная духовная работа потому что написано бегите на листалища ноги бегут но один получает награду так бегите чтоб получить апостол павел говорит это не просто там мелкими шажожками ты ходишь себе такой православники там на из всех люблю это это борьба это жизнь это битва на смерть вот что такое христианство забыли про первые четыре века читали про мучеников про апостола про христа разничали скоро придет на вашу бошку 17 год снова будет по пол бросать с колоколин вчерашние прихожане живьем закапывать все михаил до завтра вадим всего доброго все я отключаюсь я отошел ладно пока